Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим весьма важную тему и, конечно же, дорогие друзья, те, кто уже давно смотрит мой канал, прекрасно понимают, что в юриспруденции важных или неважных тем как бы не бывает. Но тем не менее, дорогие друзья, каждая тема, которую мы говорим, есть, скажем так, темы, на которые можно обращать внимание, есть темы, на которые можно не обращать внимание. Так вот, то, о чем я сейчас говорю и о чем хочу с вами поговорить, это тема фундаментальная. Это не просто, скажем так, тема о том, каким образом построить процесс и так далее. Это вопрос о том, а быть ли этому процессу реализованным в объективной действительности. То есть, стоит начинать суд или не стоит начинать суд. И, как говорил один датский принц, быть или не быть, вот в чем вопрос. И зачастую перед каждым человеком он становится не просто ребром, а становится насущной необходимостью его решения. И в прошлом ролике, который нашел большой отклик среди моих зрителей, подписчиков и так далее, мы говорили о том, каким образом решить вопрос, стоит ли начинать судебный процесс. И о том, что мы можем помочь в осуществлении этой функции дать определенный прогноз и обрисовать перспективу судебного разбирательства. Но дело в том, что понять перспективу судебного разбирательства зачастую необходимо не только на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции, но точно такая же необходимость возникает и в касационной инстанции. И вот в касационной инстанции, почему я говорю о том, что этот вопрос приобретает особый оттенок и особую сложность. Потому что зачастую уже первая, вторая инстанция, то есть суд первой инстанции, суд операционной инстанции уже принял свои решения. И уже есть определенная канва, по которой суды пошли. И перед тем, как обратиться в касационную инстанцию, даже у самого крепкого человека могут зародиться сомнения. Сомнения о том, а стоит ли идти дальше и нужно ли сделать этот шаг для победы. И вот здесь, дорогие друзья, конечно, как нельзя более кстати, будет необходимо и будет полезно мнение специалиста. Поэтому я всегда говорю, если вы не знаете, обращаться в касационную инстанцию или нет, то, конечно же, обратитесь к специалисту, для того, чтобы оценить перспективы касационного обжалования. И оценка перспектив касационного обжалования, вот, ко мне люди очень часто обращаются с этим вопросом. И мы помогаем в этом. Но просто сказать, что идите в касацию или не идите в касацию, не в этом дело, дорогие друзья. Абсолютно не в этом. Если бы вопрос стоял таким образом, можно было бы подкинуть монетку и выпадет орел идти в касацию, решка не идти. На самом деле все не так просто. Для того, чтобы осуществить эту прогностическую функцию и сделать некий, не то чтобы прогноз, а понять перспективность касационного рассмотрения, необходимо самым глубоким образом изучить дело с самого начала и изучить, откуда оно растет, откуда появилось, какие решения были приняты судом первой инстанции, какие решения были приняты судом апелляционной инстанции. И прежде всего рассмотреть их с точки зрения наличия тех обстоятельств, которые могут служить их отмене. И если такие обстоятельства будут установлены, то, конечно же, перспектива касационного разбирательства открывается во всей полноте. А вот если таких обстоятельств вы не видите, если все было сработано подчистую, если суд не допустил никаких нарушений, если сторона проявляла надлежащую осмотрительность, если добросовестно действовали ее представители, если судья не нарушил ни единым пунктом кодекс судейской этики, то, конечно же, о касационном разбирательстве речи быть не может, дорогие друзья, потому что ошибка в этом случае практически исключена. Поэтому перед тем, как обращаться в суд касационной инстанции, лучше обратитесь к нам, ко мне, напишите о вашей ситуации, предоставьте судебные решения и соответствующим образом вы сможете получить ответ, а стоит ли идти в касационную инстанцию и есть ли такие существеннейшие нарушения норм процессуального права, норм материального права, которые позволят касационному суду отменить данное решение и направить на новое рассмотрение. То есть обрисовать перспективу в том плане, а стоит ли вообще, как говорится, огород городить. Но при этом, дорогие друзья, не стоит забывать, что перспектива касационного рассмотрения включает в себя не только этот пункт. Перспектива касационного рассмотрения включает в себя возможность дальнейшего рассмотрения дела вышестоящими инстанциями. Потому что даже если вы победите, то где гарантия того, что проигравшая сторона в касации не пойдет, к примеру, в Верховный суд или в надзор? Нужно обрисовывать эту перспективу. Должен человек, который идет в касационную инстанцию, понимать все эти нюансы. На мой взгляд, все это должно быть для человека ясно, понятно и прозрачно. То есть человек должен понимать, что он делает, каково будет его процессуальное положение, если он проиграет, если он выиграет. И вот здесь, дорогие друзья, конечно же, перспектива включает в себя не только возможность проигрыша или выигрыша, а возможность пролонгации судебного процесса в дальнейших высших судебных инстанциях. То есть рассмотрение в порядке касационного обжалования Верховный суд и в порядке надзора в Президиум Верховного суда. А также возможность пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Но и это, дорогие друзья, не все. Это очень поверхностный взгляд на вещи. Потому что самые умные люди, самые умелые, скажем так, стороны и самые лучшие представители в суде, они всегда думают наперед на несколько шагов. Поскольку даже проигрыш в касации, это не проигрыш в войне. Необходимо прогнозировать, а возможно ли подать иск по иным основаниям. Необходимо рисовать перспективу, а возможно ли выйти в иное судопроизводство. А возможно ли привлечь третьих лиц, которые не были привлечены. А возможно ли выйти с другой стороны, применить иные основания исковых требований. А можно ли изменить, трансформировать предмет, чтобы уйти от тождества исков и под другим углом посмотреть на проблему. А возможно ли привлечь те контролирующие органы, которые осуществляли государственные функции, к примеру, по регистрации сделок с недвижимым имуществом, и пропустили незаконную сделку и привлечь их к ответственности. А возможно ли привлечь к ответственности, к примеру, тех же приставов исполнителей, которые не доработали или, скажем так, сверхнормативно переработали, приступив к пределы закона. То есть нужно ли вот об этих вещах говорить и думать. На мой взгляд, конечно же, это все входит в перспективу касационного рассмотрения. И вы должны понимать, что какие альтернативные к касационному рассмотрению у вас имеются ходы, и что вы сможете предложить судебному рассмотрению в случае проигрыша, выигрыша касации, каких лиц вы сможете привлечь, какие третьи лица могли бы участвовать в деле, но не были привлечены, какие лица, которые не участвовали в деле, но вопрос о правах и обязанностях, которых был разрешен судебным решением, могут быть привлечены при новом рассмотрении. или при данном касационном рассмотрении, то есть здесь, дорогие друзья, вопрос не должен рассматриваться в одной плоскости, как одномерный объект, да или нет. Здесь абсолютно все не так просто. Поэтому я и рекомендую обращаться к нам, ко мне, для того, чтобы мы, скажем так, оценили перспективы того или иного касационного рассмотрения. Но и это еще, дорогие друзья, далеко не все. Необходимо понимать, сколько по времени займет тот или иной процесс, необходимо знать процессуальные сроки, необходимо знать позицию сторон, сколько тот или иной процесс касационный займет на практике вопросов. Какие подспудные вопросы необходимо будет решать в ходе рассмотрения касации? Нужно ли будет подавать ходатайство при остановлении исполнения судебных решений, которые вступили в законную силу, дабы пресечь нарушения уже имеющихся ваших прав путем принятия незаконных решений? Необходимо ли ставить вопросы об обеспечительных мерах и возможно ли их будет поставить в той или иной ситуации? И можно ли найти этих лиц, права интереса которых затронуты, а они не привлечены к материалам, к судебному разбирательству и так далее? То есть здесь возникает целая плеяда вопросов, которые требуют разрешения и вы должны для начала, оценивая перспективу дела, не просто знать на них ответы, а хотя бы для начала понимать, что поставить такие вопросы можно, что они существуют в данном судебном разбирательстве. Это и есть оценка перспектив, для того, чтобы вы видели картину целиком и полностью, чтобы вы понимали, какие ходы вы можете сделать, к чему приведет то или иное ваше процессуально-юридическое действие, и есть ли этим действиям альтернатива, и чем эта альтернатива хуже или лучше того же прямого касационного обжалования, все это должно быть вам ясно и понятно, как белый день. А без этого соваться в касацию это рулетка, дорогие друзья. Поэтому я всегда ратую за то, чтобы перед тем, как пойти в касацию и сделать этот ответственнейший шаг, посоветоваться со специалистом. Ко мне многие обращаются и мы ищем тот или иной вариант для того, чтобы касация имела наиболее продуктивный характер. И опять-таки она требует широкого раскрытия в том плане, а целесообразно ли вместе с касацией подавать жалобу на судью? А возможно ли это на данном этапе? А о каких судьях вести речь? О судьях первой инстанции, либо о судьях апелляционной инстанции? Либо имеет смысл подать заявление о преступлениях в случае фальсификации доказательств? Либо подать заявление о преступлении в отношении свидетелей, которые служили своими показаниями о принятии неправомочного решения? И так далее. То есть это целый комплекс вопросов, которые можно и необходимо ставить, дорогие друзья. И для того, чтобы их ставить или хотя бы знать о возможности постановки данных вопросов, вам необходимо владеть перспективой касационного разбирательства. Это очень важный момент. Поэтому, дорогие друзья, напоминаю, если вам необходимо оценки такой перспективы, обращайтесь. Мы всегда с удовольствием поможем и обрисуем им перспективу и расскажем все возможные варианты с наибольшей объективностью. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось поговорить. Ну и, конечно же, напоминаю, что если вам необходима помощь в составлении исков, апелляций, касаций, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Счастливо!